Все нам обещали. Мы в городе присоединят. Будет такая же сумма, оценка. С крекинга идет автобус, да, Новогусевского, за 30 рублей. Сюда идут за 80 от Саратов. Это что такое вообще? Учащиеся ездят, люди ездят, бабушки ездят. Это что такое вообще? На автомобиль, почему у нас тарифы городские? Но на автомобиль, на страхование поле? Нет, нет, я не правы. Но мы-то живем в Одессе, а страхуем автомобиль по городским ставкам. Я объясню. Первое. Все это находится в муниципальном образовании. Город Сарат, если уж правильное юридическое название. Как мы привыкли говорить в город Сарат, но правильное муниципальное образование. Город Сарат, да, мы говорим в город Сарат, все правильно говорится. Все зашедшие территории бывшего Саратского района, не только Усть-Курдюм, а все, зашли на правах поселений. Были тогда поселения, теперь это правильно. Населенные пункты в составе города Сарат. Усть-Курдюм как было, село, насколько я понимаю, ничего не поменялось. Село Усть-Курдюм, там поселок Дубки, грубо говоря, поселок городского типа Соколова и так далее. Все правильно. Это сельские поселения. В законе все расписано, который был подписан губернатором о вхождении в город Сарат. Сельские поселения, весь их перечень, которые сошли на муниципальное образование в город Сарат. Поэтому тариф одинаковый и не будет, не только здесь, но и на любых других населенных пунктах. Тариф устанавливает комитет по тарифам. Это не перевозчик сам. Вот я приду, перевозчик, там Усть-Курдюм будет за 100 рублей ездить, там Дубки, грубо говоря, за 120. Нет, таких прав мне никто не дает. Еще раз, конкурсные процедуры. Устанавливается тариф. Перевозчик желает участвовать в данном конкурсе. Если его устраивает цена конкурса, он на него выходит, заявляется. Соответствующие там требования, автомобили, количество, автобусов, прочее, прочее. Если он совпадает, идет обычный конкурс, торг. Я пожелал, вы пожелали. Кто из нас выиграл, тот и осуществляет. Если никто не пожелал, вообще никто не осуществляет. Это, кстати, целая проблема, поверьте мне. Слава Богу, мы еще не столкнулись, а в ряде населенных пунктов уже есть, что вообще никто не ездит. Потому что, понятно, за эту цену за многие не хотят перевозчики выходить. А что мы сейчас, подождите, давайте мы попробуем. При присоединении уже смысл говорить нет, это факт, свершившийся, есть решение суда. Почему акты страхования это не ездит? Сейчас вы мне не дали договориться, вы прошли присоединение. Соответственно, это я вам про перевозку сказал. Еще раз повторяю, тариф устанавливается. Вот если сам перевозчик его устанавливал, да, но здесь ему тоже ничего не скажешь. Он этого не делает. Он устанавливает тариф. Поэтому тариф установлен комитетом по тарифам правительства Саратовской области. Не местная власть, не администрация города Саратов, а целый комитет. Он устанавливает тариф. Желает перевозчику участвовать? Не желает? Не участвует. Что касается проблемы, как вы говорите, страхования. Она не то и страхование, и налоги, и ряд других с этим связанных проблем. Автострахование берется по тарифам города. Рассчитывается оно следующим образом. Все правильно. Когда бы были поселки, именно сельские поселения, меньше аварий, меньше ДТП считается, меньше страховка. Больше населенный пункт, больше аварий. Пошли в МО, как нам тот же Шейников обещал, но мы остались сельским населенным пунктом со всеми сохраненными леготами. Так он нам по ушам ездил. Он вам ничего не по ушам, как вы говорите, ездит. И, кстати, по закону Саратовской области, когда первые населенные пункты присоединили, и это вот где наш населенный, разные формулировки. Все правильно, я знаю, я читал этот закон. Поэтому мы используемся. Сельские поселения, нет такого у них в законодательстве. Это ваше мнение, имеете право. Вы не остались, вы остались сельские поселения в составе муниципального образования города. Если мы стали городом, если мы стали городом, то и тариф должна быть, единая тарифная сетка. Где? Принимайте меры, чтобы тот же 90-й автобус. Для граждан. Единая тарифная сетка не действует в этом. Это право. Просто пользуя такой-то помощи, ждут люди. Мы не знаем, что город Саратов, у него будет море остановок, ему будет выгодно. Еще раз объясняю, тарифы и маршруты прокладывает правительство. Обязать их провести 90-й, как вы говорите, до усть-курдиума, никто этого не сделает. Этого нет в законодательстве. Для людей что будет делать? Но это право, если захотят, они проведут. Есть точки зрения, что по закону обязаны, а что могут. Обязать могут только по закону. А если они тариф захотят увеличить или уменьшить, или увеличить путь 90-го, как вы говорите, предположим, опять об этом уже принимаете просто решение. Выйдут перевозчики на это? Поедут, поедут.